Приветствую, дорогие братья и сестры, дорогие наши гости, друзья, всех, кто посетил этот Дом молитвы. В этот утречный воскресный час в августе, первое воскресенье, мы совершаем вечерю Господню. Это особенный день и для меня, и для многих, кто принимал крещение в августе, когда мы давали завет Господу. И сегодня мы проверяем наши сердца, как мы ходим перед Господом, как мы служим Ему, как сохраняем нашу совесть в чистоте. Это время, это день для нашей переоценки, размышлений, прославлений Господа и вот также заряд новых сил для служения Господу, для прохождения пути следования за Ним. Мы будем молиться об этом богослужении. Господь, мы молимся Тебе об этом богослужении и собрании, которое Ты нам дал, подарил эту возможность собраться, увидеться вместе и вот собраться вокруг Тебя, вокруг Слова Твоего. И, Господи, сегодня у нас особенное собрание, мы вспоминаем Твои страдания и вот Твою смерть и Твою победу в этих видимых знаках. Мы будем преломлять хлеб и вино в память Твою, в исполнение Слова Твоего, поэтому мы просим Твоей благодати на каждого, кто здесь. Господь, мы молим на нас, проповедующих, помоги передать Слово Твое, как Ты этого хочешь, чтобы вот благодать Твоя присутствовала. Мы просим на всех слушателей нас, когда будем слушать Слово Твое, чтобы мы принимали Его, чтобы мы впитывали Его, чтобы мы сохраняли Его и были бы, Господь, в жизни исполнителями Слова Твоего. Благослови, Господи, наш хор, который приготовился прославить Тебя, благослови наши пения, всех, кто приготовился поучаствовать, прославить Тебя, всех, кто с нами на онлайн присутствует и также участвует в этом собрании, благослови. И благослови страдающую церковь, находящуюся в гонениях, в страданиях, кто в узлах, кто в изгнании, кто от войны в изгнании находится и переживаниях, в бедствиях. Благослови, Господи, народ Твой, посети и каждому создай общение с Духом Твоим Святым. Да будет возвеличено, прославлено Святое имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Прости меня, Боже, прости, я борю. Прости, что так поздно к Тебе прихожу. Прости, что я раньше Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я раньше Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что мой разум с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Прости, что я с Тебя не познав, и трудно иного, тогда я избрал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Апостол говорит Дима Торзок 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 чтобы твое благовествование было сосредоточено на Иисусе Христе, на воскресении Иисуса Христа, и благовестие, чтобы твое было о Господе Иисусе Христе. И поэтому мы сегодня понимаем, каждый из нас, и у нас был рубеж в нашей жизни, было, когда мы первый раз вышли в церквах, это было. Если кто здесь этого никогда не переживал, то послушайте, а если, может быть, у вас Господь коснется сегодня, вы можете это сделать сегодня. Но все, которые приняли крещение, были моменты, когда Дух все-таки касался, и когда мы вот так выходили вперед в церкви, склоняли колени, молились Богу о прощении, и мы очень радовались. Помните это или не помните? Кто помнит? Помним. А потом крещение было. Помните? Помним. День легче запомнить, и год легче запомнить. А помните мы наши молитвы, наши обещания? Вот с таким энтузиазмом мы обещали, Господи, до конца дней не сверну, верно буду идти. Получилось? Не всегда. Но слава Богу, что Господь нас не откинул. Даже когда у нас не получилось, даже когда мы упали, а Господь нам помог, Он нас не упрекнул. Он нас поднял, Он нас поставил, и опять направил. Давайте мы сегодня серьезно отнесемся к этому. Мы приближаемся к пришествию Иисуса Христа. Он обещал прийти? Он обещал прийти. А сегодня я в мои уши слышу, от верующих говорят, не скоро Он придет, и вообще, как Он придет, и много разговоров об этом, как Он придет. Не наше дело, как Он придет, и когда Он придет. Но Он сказал, приду, и церковь заберу. И Он один знает это время. Что с нашей стороны? Не забывать, помнить, ходить в Господе, в Духе Святом. Один небольшой пример, который хочется всем нам сегодня, и себе тоже. Я, прежде чем вам читать, или говорить, я об этом тоже размышляю, я об этом тоже думаю, и сам проверяю свое сердце. И вот, евангелист Лука нам повествует хорошее повествование перед самыми страданиями Иисуса Христа, 22-я голова Луки. Мы сосредоточимся на 61-м стихе. Но хочу, как бы, введение сказать. Было время в этот момент, это событие буквально одной недели, когда Иисус с учениками совершает вечерю. Помните? Когда Он готовился к вечере, и когда Он сказал, что Ему по слову, по слову, которое говорит пророчество, Ему надо будет пострадать, Ему надо быть убитым, Ему надо быть на кресте распятым и воскреснуть. Слышали? И Петр, здесь же Петр говорит, я никогда тебя не ставлю, я умру с тобой, я буду с тобой, я никогда тебя не ставлю. Хорошее желание. Но пришло время, когда это начало происходить, то с ним что-то произошло, с Петром что-то произошло. Мы не о Нем будем говорить сегодня, а о самой ситуации, что происходит иногда с нами после нашего вдохновения, обещания, знаете, вот таких вот возвышенных чувств. Мы очень много можем говорить и даже сами не понимать, что мы говорим. Но здесь отмечено 61 стихом такое слово. Когда это Иисус стоит уже перед первосвященниками, Петр греется у огня, кстати, между теми людьми написано, что он уже на расстоянии от Иисуса Христа. И 61 стих говорит так. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде, нежели пропевет петух, отречешься от меня трижды. Было время обещаний, было время такого вдохновения, возвышенного, и он думал, он думал, что у него достаточно будет сил. И когда он начал незаметно для себя падать, Иисус Христос его предупреждал об этом, но он забыл. И когда его взгляд со Христом встретился, он вспомнил. И вот когда он вспомнил, он вышел, горько плакал и каялся. Помните? Поэтому, если в нашей жизни происходят такие моменты, когда мы вспоминаем обещанное, и мы понимаем, что мы нарушили, мы не исполнили, а куда деть обещание? Оно-то было перед Богом. Лучший путь – это склониться перед Богом и попросить у Него прощения. И Господь силен нас поймать. Господь силен нас выравнивать, выправлять. Больему народу я открою Исаия 44 глава, прочитаю один стих. Хотелось прочитать больше стихов, но не буду, потому что у нас не будет сегодня времени. Из 44 главы Исаия я прочитаю один стих, который говорит вот о чем. Кстати, когда Иисус, то есть Господь вывел народ свой, освободил от рабства, вывел его и вел его, он и много раз напоминал. Помни, помни, помни. Много раз напоминал. И уже пророк Исаия за много лет после того, когда уже народ Божий был там в этой земле, говорит такое слово. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Помни это, что ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забудь меня». Слышите такие слова? Это пророк говорит, кому говорит? Народу своему, которого вел, которого учил, которого пророков посылал. И вот еще раз говорит, помни, Израиль, не забывай меня. А почему Израиль должен забыть Господа? А вы помните, как Писание говорит? И забыли Господа. Много раз. А мы люди, мы тоже в теле. Мы разве не забываем? Разве мы не забываем иногда и увлекаемся миром? Очнулся, а уже далеко. Особенно просьба моя молодым отцам, матерям бодрствуйте над собою. За вами идет наследие ваше, дети ваши. Да благословит вас Господь сегодня помнить Господа и помнить Его Слово, пребывать в Его Слове. Вы сегодня народ особенный, Писание говорит. Вы народ особенный, вы избранный. Вы, Писание говорит, царственное священство, народ, который взят и в удел. Мои дорогие братья, сестры, это высокое звание, но это не лишает нас того, что мы можем быть искушаемы и отступить. Сегодня мы имя носим. Помните, как апостол Иоанн говорит? Мы называемся именем Иисуса Христа. Бог нам дал 1 Иоанна 3 глава 1 стих. Что мы называемся христианами. Мы носим имя христиане. Пусть это имя не будет сегодня, оно утрачено в нашей жизни. Может имя остаться, название остаться, но не остаться сущности, с сути. Итак, мы прочитаем сейчас еще местописание. Это 2 Петра 1, 1 глава 12-13 стих. Это 2 Петра 1 глава 12-13. Апостол Петр уже во втором послании он очень многое сильно говорит. И здесь он уже знает, что ему пришло время оставить землю скоро. Он пишет это послание и говорит такое слово 12-13 стихи. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы и знаете, утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою». 2 Петра 12-13. Он говорит, «Я знаю, мой исход я уже знаю, я оставлю мою храмину. Но вы не забывайте, я напоминаю вам, вы не думайте, что если вы однажды приняли истину, что теперь вы сможете, мы не должны надеяться на самих себя, мы надеемся на Господа». Поэтому Иисус сказал, Иоанна в 14-й главе, что Дух Святой, Который придет, Он напомнит вам и Он наставит вас. Вот эта близость с Господом в Духе Святом, она нас сегодня помогает нам послушанием, ходить в послушании. И прежде чем прочитать еще один стих из 2-го послания Петра, я хочу прочитать последние стихи, которые мы из Тимофея, где Павел говорит, сейчас мы читали об этом. Что говорит апостол Павел? Он говорит, смотрите, как он говорит. Когда он последнее наставление дал Тимофею, то он здесь еще вот такое слово сказал. Он пишет такое слово в 4-й главе. «Ты будь бдителен», это 5-й стих, «будь бдителен, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Помни, ты призван для этого». Он ясно указал ему, что для чего он призван и в чем он должен пребывать. О себе он сказал, что подвигом добрым я подвязался. Это же глава 4-я, 2-й Тимофею, 7-й стих. Я подвязался, я течение совершил, веру сохранил. А теперь он говорит, «Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Он, смотрите, о чем говорит, «а теперь готовится мне венец правды». Мои дорогие, он в темице находится. Мир ему готовил казнь, а он на ней не сосредотачивался. Он не говорит, «мне готовят казнь, мне готовят топор, который отрубит мою голову». Он об этом не говорит вообще. Он сосредотачивается на небесном, а теперь готовится мне венец. «Пройденный путь закрыт, но результат венец. Казни, страдания – это присуще верующим всем. Разное бывает страдание, но они есть, будут и всегда будут сопровождать. Поэтому мы должны это знать. Мы должны помнить Господа Иисуса Христа. Мы должны пребывать в Нем. И еще хочется как бы для нас экзамен такой сделать. Проверить наше хождение. Хотим мы проверить наше хождение? Ну, честно. Хотим. Правда, да? Допустим, мы хотим, читаем пред Богом, и мы говорим, «Господи, ну, хочется быть верным». Ну, кому не хочется быть верным? Хочется. Давайте мы маленький тест проведем. Опять 2 Петра, 3 глава, 2 стих. 2 Петра, 3 глава, 2 стих. Да, вот здесь он говорит, Петр, так, «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа, Спасителя, преданную апостолами вашими». Помнили слова, которые нам пророки говорили, и заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Кто помнит заповедь Иисуса Христа? Мы недавно говорили на разборе. Мы помним ее? 13, 34 Иоанна. «Заповедь новую даю вам, какую? Любите друг друга, как? Как и я вас уже любил, так и вы». Кому эта заповедь? Если бы мы сегодня сказали, давайте поднимем руку, кто исполняет заповедь? Это неправильно будет. Я вообще далек от этих моментов. Давайте мы станем пред Богом дома. Давайте мы посмотрим на окружение наше и себе зададим вопрос. Христовая любовь, я люблю моего брата, или я его обхожу? Или я не хочу с ним разговаривать? Как я? Христовой заповедью? Иисус говорит, как я? Что он сделал для того, чтобы мы были здесь? Что он сделал? Он не сошел с пути, предназначенный ему Господом. Помните, да? Он не сошел ни вправо, ни влево. Исаий говорит, он держал лицо свое, как кремень. Его били. Он перенес страдания. О чем мы сегодня будем с вами говорить и вспоминать? Вот этот путь прошел Иисус. Что мы сегодня делаем? Напоминанием наш чистый смысл возбуждается сегодня. Где сегодня я? Я тело могу посадить на стул, а внутренний человек может где-то бродить. Он неизвестно, где находится. Где я сегодня? Вот тот я, который обещал Богу. Я в церкви или не в церкви? Я готов принять или не готов? И я нахожусь сегодня вблизи со Христом. Я могу сказать, Иисус, я исполняю свое слово. Я исполняю Твою заповедь, которую Ты мне дал. Мои дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит нас. Бог нам дал память, но есть не дух забывать. Если кто-то сегодня забыл свои обещания, забыл и не помнит. И если вам что-то сегодня Господь напомнил, или еще напомнил, мы имеем возможность сегодня встать на колени и попросить прощения. Господь прощает. Милость Его сегодня еще есть, она велика, но она не вечно. Она закончится. Церковь возьмется. Сохрани Господи, чтобы кто-то из этого собрания остался. Сохрани Господи. Поэтому давайте мы помолимся, поблагодарим Господа, что Он совершил, и поклонимся Ему. Аминь. Главный, Богуzagия, Богу и весна, угодца, спеши, тебе возвести, на землю слава, послан, что преж budgets тем, Будь благословен, будь благословен, наш Господь. Будь благословен, будь благословен, будь благословен, наш Господь. Он, Выше всех, притазницом, сердцом от Родио, небеснику, мою Богу, воскрешен, у Иисусу. Будь благословен, будь благословен, будь благословен, наш Господь. Будь благословен, будь благословен, будь благословен, наш Господь. Будь благословен, будь благословен, будь благословен, наш Господь. Будь благословен, будь благословен, будь благословен наш Господь. Славемник, чудный мир обняст, плоды как все плоды. Будь благословен, будь благословен, будь благословен наш Господь. Будь благословен, будь благословен, будь благословен наш Господь. Дорогие братья и сестры, в этот воскресный день, радостный день, мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. Это заповедь Господня, которую Он поручил делать своим ученикам, нам, церкви. Это заповедь, которая исполнялась на протяжении многих веков и дошла до нас. И сегодня мы делаем то, что повелел нам Господь. Мы очень склонны забывать. Забывать особенно хорошее, ценное. Потому что у нас очень много информации, много влияния идет на нас, на нашу душу. И это, друзья, непросто, потому что наша душа очень ценная. Она очень ценная для Господа, для Бога, потому что она создана жить вечно. Душа создана, чтобы поклоняться Богу, прославлять Его, возносить Ему хвалу во веки веков. И, зная это, дьявол, враг, враг Бога, враг человека, хочет сделать как можно больше нашему Господу. И хочет соблазнить эту душу, совратить ее, увлечь за собою, чтобы растоптать ее, унизить, обесчестить, чтобы вместо славы Богу была бы боль нашему Господу. Вот, друзья, мы находимся в этой борьбе, и поэтому Господь заботится о Церкви Своей, заботится о людях Своих, о всех, кто слышит и знает о Нем, чтобы люди достигли вечности. Поэтому Господь и предусмотрел это прекрасное служение, вспоминание страданий Господа Христа. Мы вспоминаем Его проломимое тело и пролитую кровь, цену, которую Господь отдал для нашего искупления. Напоминание об этой заповеди я прочитаю в текст Писания, который мы все время читаем и вспоминаем в эти дни. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Мы знаем это и хорошо, если размышляем об этом всегда. 11, 23, 1 Коринфянам. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и благодарил, преломил и сказал, примите и идите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерей сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господнем возвещаете, доколе он придет. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». До сего места. Братья и сестры, перед тем, как мы будем преломлять хлеб и участвовать в вечере, и в это время особенное и для меня, и для многих христиан, для всех христиан это особенное время. Мы особенно посвящаем это время для испытания себя. Мы погружаемся в мысли и думаем о том, как брат уже напомнил, вот мы вспоминаем наше обращение, мы вспоминаем, что Господь сделал для нас, мы вспоминаем то, как мы вошли с ним в завет, заключили и обещали ему, как мы живем. Друзья, это очень важно – остановиться, переосмыслить и сделать переоценку. Это нужно делать не раз в месяц, не раз в году. Это нужно делать каждый день. Остановиться и подумать, как я иду, куда я иду, уклонился ли я или уклоняюсь ли я от пути, который Господь предназначил мне. Потому что, чтобы нам подумать об этом, я хотел несколько мест еще прочитать, так, чтобы нам в наших мыслях погрузиться, когда мы погружаемся, иметь правильное направление, направление, которое говорит Господь, чтобы мы думали об этом. Мне хотелось, друзья, в этом тексте, который я прочитал, обратить внимание на две стороны. Одна сторона Божья, что сделал Господь. Он пострадал, Он отдал тело свое на избиение, на преломление. Также Он позволил, чтобы Его убили. Протекла кровь и вода. И это напоминание о нем. И это Он сделал перед самыми своими страданиями, в ночь перед своими страданиями. И вторая часть – это люди. Это мы с вами. Мы, за которых это все было сделано. Мы, которые получили, Он отдал, мы получатели. И в ответ на то, что мы получили, что мы можем сделать? Как мы можем отплатить за то, что сделал Он? Мы можем испытывать себя. Мы можем проверять себя. Здесь в этом тексте написано, верили мы, так мы ходим, достойно ли мы поступаем Господа или нет. Это очень ценно для Господа, чтобы мы были похожими на Него, чтобы христиане были следующими за Христом, за Его Словом, чтобы христиане исполнялись Его Духом, чтобы Его Дух действовал в людях, Его заповеди, которые мы сейчас слышали о любви, которая движет людьми, которая побуждает нас делать многие вещи, чтобы она была правильной, чтобы она была истинной, чтобы она была верной. И в крови Христа как раз нам и дана, друзья, сила, чтобы нам не быть растоптанными нашими чувствами, миром, грехом. Во всей этой борьбе Господь дал нам эту победу, чтобы мы торжествовали, друзья, чтобы мы праздновали этот праздник как победу Господню в нашей жизни и в жизни наших братьев и сестер. Я прочитаю еще интересное место, которое всегда меня воодушевляет, когда я размышляю об теле Господнем, о Его крови пролитой. Это книга Откровения, 12 глава, 11 стих. «Они победили Его кровью Агнца и словом светильства Своего и возлюбили души Своей даже до смерти». Дорогие братья и сестры, нам Господь дал победу. Он нам дал не чувство вины, не чувство самоосуждения все время, чтобы мы жили с этим. Да, это нужно, друзья, это нужно в начале пути, это нужно, когда мы упали, когда мы согрешили, когда мы нарушили заповедь Господню. Это очень важно, и Господь это делает. Но в течение жизни нашей христианской Господь дает нам радость торжествовать, Господь дает нам победу. И во время переоценки нам очень важно посмотреть, действую ли я, побеждаю ли я силой крови Христа, или я уже уклонился на путь своих дел, на путь, чтобы сделать лучшее своими силами, чтобы мне свою плоть поставить выше крови Христа. А это искушение к нам приходит каждый день, друзья. Мы сегодня с утра начинаем день, уповаем на Господа, чуть позже мы уже уповаем на свои силы и говорим, как Самсон, «Пойду как прежде». «Пойду как прежде». Я это делал раньше, у меня это получалось, но забываем, что Господь давал силу, чтобы победа была в Господе, когда мы уповали на Него, когда мы просили Его. И поэтому, друзья, нам очень важно себя проверять. Апостол Иоанн писал в 5 главе, 1 послание Иоанна 5, 4, это стих очень на слуху многих из нас, мы недавно его слушали, вот и об этом говорили. Я еще раз напомню его, чтобы нам в наших рассуждениях вот благодарить Господа за победу и проверять себя, пользую ли я правильными инструментами. Использую ли я то, что дал Господь, или я уже уклонился. А уклониться очень легко и быстро. 1 Иоанна 5, 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия из победы победившая мир вера наша». Братья и сестры, каждый раз, когда мы участвуем в этой вечере, исполняем заповедь Господню, мы напоминаем о том, что это право, этот праздник для тех, кто заключил завет с Господом, то есть для тех людей, кто рожден свыше, для тех людей, кто вошел в церковь, кто принял решение служить Господу, кто пообещал Ему, кто заключил с Ним завет. Это, друзья, праздник для вас, для нас. Это наша победа, это наша радость. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Дорогие братья и сестры, наша победа, она в победе мира. Я уже сказал вначале, что мы живем, мы ходим среди людей, на нас очень влияет пример других людей, слова ихние. Как в Библии нам оставлено очень много примеров и образов, которым мы следовали. Но невольно мы следуем и другим образом. Людям, которые мы встречаем в школе, на работе, люди, которые наши наставники, или с кем мы проводим много времени где-то, они влияют на нас. И мы начинаем следовать этому. Мы смотрим на мир, мы смотрим на новости, смотрим на людей вокруг и начинаем следовать этому. И апостол Иоанн писал об этом, что в мире, где мы живем, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот эти составные, они часто лишают нас победы. На кого мы смотрим? На что мы смотрим? На мир? На себя? На свои силы? На свой опыт? На свою праведность? Или же смотрим на кровь Христа? Мне бы хотелось, друзья, чтобы наши сегодня взгляды, наши взоры были на образ Христа. Я в прошлый раз, как вы помните, уже напоминал историю, когда Иисус Христос совершал, вот и преломлял хлеб пятью тысячами людей. И люди были голодные, люди шли за ним, люди бежали. И вот мы обращали внимание на то, что Господь заботится об учениках, Господь заботится о людях, которые идут туда, не имея пастыря, и вот они ищут души, для души своей пищу, ищут утешение, ищут покой. И вот Господь, Он любит их, Господь сжалился над ними, и Господь хочет помочь людям. И Господь работает, и хочет помочь этим людям через людей, через своих учеников, через нас, через церковь, через рожденных свыше людей, Господь хочет делать свое дело здесь на земле. Такой план, такая вот структура Божьего Царства. Он царь, Он господин, и Он ищет себе сотрудников, Он ищет себе помощников, которые бы делали то, что хочет Он. Мы уже слышали слово вначале, чтобы мы исполняли волю Его, чтобы мы шли за Ним, чтобы мы делали то, что хочет Он. И когда Он беседовал с женщиной, с самарянкой, Он разговаривал, говорил о поклонении. Пришли ученики, говорят, ему пищу принесли тебе. Он говорит, моя пища творить волю, пославшего меня. Дорогие братья и сестры, сегодня, когда мы напоминаем о хлебе и вине, это пища, это ежедневная пища для многих из нас. Это хлеб, мы едим, мы питаем свои души, свои тела, чтобы нам работать, двигаться, что нам нужна пища. Нам нужна духовная пища, друзья. Господь говорит, что не будет есть тело моего и крови моей, не будет иметься в моей жизни. И мне хотелось, друзья, напомнить, чтобы мы во наших размышлениях, думая о победе над миром, над плотью, над искушением, похотью отчей, над гордостью житей, которая приходит нам каждый день, каждый час, особенно после какого-то успеха, после хорошего дела, особенно после того, как Господь через нас попользовался где-то, и мы быстро спешим этот успех присвоить себе, и мы поклоняемся образу мира всего. Нам нужно думать об этом. Друзья, я бы хотел, чтобы мы думали о том, является ли нашей пищей исполнение воли Божьей. Ведь в церкви Господь каждому из нас дал свое дело. Господь дал таланты и дал дары. И эти дары и таланты раскрываются в деле. Некоторые люди, они ждут, ну вот, признания и того, чтобы вот, он уже готов иметь в себе самоутверждение, дайте мне дело, и я все переделаю. А мне не дают, поэтому я не делаю. Друзья, это очень неправильное положение. Вы никогда не раскроете ваш дар таким образом. Начинайте делать малое, то, что Господь повеляет, где есть нужда. И на практике жизни, на практике церкви мы всегда видим, что все люди, которые откликались на маленькие дела и готовы были участвовать в малом, Бог доверяет им большие дела, большие служения. То есть, пройти нужно школу смирения, школу доверия Господу, школу послушания, просто исполнение воли Божьей. Что нужно делать, то и делать, друзья. И часто, и всегда Бог пользуется именно такими людьми в служении. Поэтому я хотел бы проверить, чтобы мы проверили себя, я себя и вы себя, исполняем ли мы волю Божью, делаем ли мы то, что Он хочет. Почему? Потому что в этой истории с пяти тысячами хлебами Христос говорит им об этой нужде. Люди голодные, нам нужно что-то сделать. А у учеников проблема, как это решить проблему, они говорят, избавиться от людей. Пусть уйдут, пусть уходят, они мешают нам, они лишние здесь, они нам время создают, они заставляют нас работать, лишнюю работу делать. Пусть идут, друзья. И часто мы служители, мы вот люди, участники дела Божьего, входим в это положение. Христос идет дальше, Он говорит, нет, нет, не так нужно делать. Это неправильный путь, неправильный подход к делу Божию. Я ценю каждую душу. Я пришел и спасти погибшие. Я пришел, чтобы трос ненадломанное не изломить, или накурящийся не погасить. Я люблю людей. Я хочу помочь им. Я хочу, чтобы вы им помогли, и вы дайте им есть. Дорогие братья и сестры, это тема, которая заставляет меня думать все время. Когда я отдался за Господом, я услышал эти слова. Я думаю, и вы услышали эти слова, когда читали Библию, когда вы читали или слушали. Христос говорит, вы дайте им есть. Я смотря на жизнь всех участвующих в жизни поместной церкви, всех служителей, я вижу в них вот эти слова, которые звучат, они отражаются в жизни. Люди хотят служить Господу и дать им есть. Ведь нуждаются люди в пище. Нуждаются каждый раз, когда мы приходим сюда, мы нуждаемся в хорошей, качественной проповеди, в пище, в духовной пище. Друзья, мы должны молиться и поддерживать наших проповедников. Я всегда об этом говорю. Это нужда и ответственность каждого из нас. Если мы хотим услышать, друзья, мы хотим получить, мы должны сами вложить в это. Хотя бы помолиться и поддержать. Как очень важно нам, братьям, которые выходят сюда проповедовать, быть питаемым Словом жизни. Нам самим иметь общение с Господом, чтобы от Него получать Слово. Источников много. Жизнь предлагает нам много разных видов помощи, но они не все чистые, не все хорошие и не все наши. Нам нужно получить свой хлеб. Нам нужно самим получать пищу от Бога, чтобы давать ее. И Христос, друзья, в нашей жизни, в жизни каждого служителя Господнего, всегда поручает необыкновенное, выше Его способностей и возможностей. Друзья, когда я читаю Библию, я вот всегда нахожу, как ученикам Господь сказал, вы дайте им есть. А где нам взять? Этим людям нужно настолько-то денег. Они сразу посчитали. Мы сразу хотим что-то делать своими силами, что-то сделать. Апостол Павел в послании Филиппийца на 3 главе 3 стихом пишет, что мы служим Богу Духом. Мы обрезаны не плотским обрезанием, и мы не на плоть свою надеемся. Как в отношении приближения к Господу, так и в служении мы уповаем на Господа. Не на плоть свою надеемся. Братья и сестры, это не победа, это проигрыш, когда мы надеемся на себя. Когда мы надеемся на свой бывший опыт, на старый опыт, нам нужен свежий опыт, нам нужен сегодня общение с Господом, потому что жизнь и мир и все это предлагает нам новые проблемы, новые трудности, и старые методы порой не работают. Нам нужно искать у Господа силы и Слово на каждый раз, на каждый день, на каждую ситуацию. Нам нужно выпрашивать силу Господню. Люди хотели избавиться. Бог поручал в свое время ною сделать невозможно, Бог поручал Аврааму невозможное выйти с земли, оставить все, идти куда-то, непонятно, сына получить время, когда это не бывает, отдать его. Невозможное. Друзья, Бог поручал невозможное сделать так же само Моисею. Веди, сделай, выведи. Как? Я же пробовал, я же пытался, я знаю, как это, друзья, всех, кто из нас прошли этим путем, мы знаем, когда мы пытались своими силами что-то сделать, поменять человека, ситуацию изменить, больше говорить, больше молиться, больше сделать своего, я это сделаю, я изменю. Друзья, мы часто приходим в уныние, бессилие, мы не можем сами, как и он. Убежал в пустыню, лучше быть одному, сам, пускай там сами разбираются, мне здесь хорошо, я отшельник, я один. Господь говорит, нет, вот как раз сейчас ты готов идти на служение и делать то, что я тебе повелеваю, спасти людей, вывести их. Друзья, примеров очень много, Иосиф, Иисус Навин, Гидеон, вы помните Гидеона, который, вот, говорит, я слабый, когда я смогу это сделать? Я не смогу, у меня силы нету, где мне взять эту силу? Но он искренний, он любит Господа, и он понимает, что Бог может, Бог делал тогда, Бог может сегодня делать, но Его среди нас нету. Если бы Он был среди нас, то Он бы сделал. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, в наших размышлениях думать о том, есть ли Бог в моей жизни, есть ли Бог в моих словах, есть ли Бог в моих действиях, в отношениях с людьми, окружающими меня, атмосфера, которую я выстраиваю вокруг себя, общество, которое я собираю вокруг себя, друзей, людей, единомышленников, есть ли в этом Бог, есть ли в этом Его благодать, есть ли в этом Его сила, Его чувства, или это уже что-то то, что Господу так не нравилось в том мире, в котором Он был. В религиозном мире, ищущим Бога, исповедующих на устах, во всех формах служения, они искали Бога, но не лишились самого Его присутствия. И такими людьми, как Геон, Бог пользуется, которые знают, что Бог это может сделать. Дорогие братья и сестры, примеров очень много, мыслей очень много, но я бы хотел, друзья, чтобы мы были как Христос, упование, прославление Бога за малое, за то, что есть. Господь взял хлеб и Он вознес перед всеми, возблагодарил Господа, преломил и начал раздавать ученикам, а ученики людям. То же самое было и в этой вечере, которую мы сегодня вспоминаем. Мы сейчас тоже будем молиться над хлебом, и мы совершим это служение, и в наших мыслях пусть поможет нам Господь проверять наши сердца. Бог дал нам победу, побеждаю ли я? Вошел ли я в эту победу? Потому что с победившими, с сильными, Он будет делить добычу, Он будет иметь общение, и общение, которое не прекратится во веки веков. К этому общению стремились праведники, стремился Павел, о котором мы сейчас слышали, апостол Павел, и они получили, они вошли еще здесь, еще здесь на земле, и в этих испытаниях, в этих бедах, они их не видели. Бог давал силы им побеждать, поэтому они для нас герои. Герои веры, примеры подражания, и пусть нам Бог поможет в этом. Мы сейчас перед тем, как будем молиться над хлебом, друзья, мы встанем для молитвы. Путь Голгофе далек, кровь стекала и сран, сколько мук и страданий во взоре. Иисус дорогой умирал на кресте, принял тяжкие муки и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас Творцом и скупил драгоценную кровью. Дай, Господь, мне понять тайну вечной любви, той, что Ты нам на землю принес. И тогда я спокойно и твердо пойду по земле, следи бурь, среди гроз. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас Творцом и скупил драгоценную кровью. О, внемли человек глазу песни моей, что Ты медлишь, мой друг, что Ты ждешь, Чем Ты платишь Ему за божественный дар, за пролитую кровь, что даешь. Даль земли свет цари, благо дней впереди, для Тебя это создал Господь. Он зовет, о, приди мимо, друг, не пройди, в нем Ты счастье и мир обретешь. Никогда не смогу я забыть этот крест, он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас Творцом и скупил драгоценную кровью. Стою под крестом Твоим страницей, я долго искала Тебя, и в мире была я искнаницей, тоскуя, любя и скорбя. И в мире была я искнаницей, тоскуя, любя и скорбя. Неснатная и небогатая, надежду боясь потерять, Стою пред Твоим я распятием, не смея ни слова сказать. Стою пред Твоим я распятием, не смея ни слова сказать. И только лишь взглядом о милости Тебя попросить я могу. Своей божественной милостью Ты душу согрей мою Своей божественной милостью Ты душу согрей мою Слава Богу. Слава Богу. Стою перед распятием На коленях Прощенная правда на Тобой Ты возлюбил меня И не жалея Отдал себя На муки За грех мой Мне не понять Твоей любви Бессилен разум Понять, что Ты Соделал для меня Все ж приобресть Спасенье может каждый Там, на Голгофе, Где однажды Была я Стою и жду со страхом Приговора За бесполезно Прожитую жизнь Да Ты, взглянув Глаза мои с любовью Сказал, иди И больше не греши Мне не понять Твоей любви Бессилен разум Понять, что Ты Соделал для меня Все ж приобресть Спасенье может каждый Там, на Голгофе, Где однажды Была я Веди меня Будь всегда Со мною рядом И помоги любить Как любишь Ты Мне ничего не нужно Лишь с Тобою Хочу быть рядом Ты благослови Однажды Была я Благодаря 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 И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Христианин, который не несет крест и не распинает свою плоть, он не может быть учеником Иисуса Христа. Если в нем не действует смерть, жизни в нем не будет. Луки 14, 27. Луки 14, 27. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть моим учеником. Братья и сестры, апостол Павел пришел в церковь в городе Коринфе, и он такую проповедь говорил им и такую тему открывал. Мы прочитаем 1 Коринфянам 2 глава 1, 2 стих. 1 Коринфянам 2 глава 1, 2 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том распятого». Почему апостол Павел, придя в церковь Коринфе, решил ничего не знать и никакой мудрости им не преподавать, взял только эту одну важную тему распятого Иисуса Христа? Мы знаем положение верующих в Коринфе, там много было разногласий и соблазнов и греха различного, и он понял, что верующие не поняли путь Христа, они не поняли сораспятия со Христом, они не распяли плод свою, и поэтому у них столько проблем, столько трудностей, столько переживаний, они не научились умирать для плоти. И апостол Павел эту тему открывает им, и это самое большое богатство для нас, братья и сестры, быть распятым вместе со Христом. Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Когда мы размышляем о духовных истинах, о том, в каком мире мы живем, и может ли Христос пользоваться нами, мы приходим к выводу, что мир, он весь лежит во зле. И когда пришел Христос на эту землю, навстречу ему вышел сам князь мира и решил тоже искусить, как некогда, Адама. Но это был последний Адам, Иисус Христос, который не поддался ни на какие искушения. И дьявол попытался его соблазнить, но бесполезно. Ничего не смог положить в сердце Иисуса Христа, что-то каких-то прелестей, чем-то его привлечь. Братья и сестры, как важно, чтобы для нас мир был распят, потому что князь этого мира – дьявол. И наша плоть – это орудие, которым может пользоваться дьявол, который может свои действия через нас проводить, если наша плоть не распята. Это мы должны всегда понимать. Называться христианином и жить по плоти – это очень рискованное дело. И можно сказать, даже бесполезно называться христианином, если человек живет по плоти, потому что он духовно умрет, он в Царствие Божие не войдет. Так Слово Божие говорит. И поэтому апостол Павел говорит, что мир для меня распят. Когда мы читаем о том, что себя представляет мир, то мы можем сделать вывод, что мир – это для Бога мертвое кладбище людей, людей, которых нужно воскрешать. Ефесянам, 2 глава, 2-3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Ефесянам, 2 глава, 2-3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Братья и сестры, это мы все с того кладбища. Там все исполняют волью князя Бесовского, этого князя Духа Обольстителя. «И только по великой милости своей Иисус Христос нашел нас там и воскресил, и с этого кладбища вывел в жизнь новую». И дальше следующий стих так описывает. «Бог», 4 стих, «богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Но есть одна закономерность. Для того, чтобы Бог воскресил нас, нужно пройти через смерть. Воскрешают только мертвых. Те, кто не умер, те воскреснуть не могут. И для того, чтобы Бог мог нас воскресить, нам нужно умереть со Христом. Нужно взять этот крест и вместе с Ним распять плоть. Без этого победы не будет. Некоторые христиане говорят, «Ну почему у меня не получается? Вот гневаюсь, раздражаюсь, вот не могу простить, вот у меня нету победной жизни, я духовно не могу расти». Крест не взял, не распил свою плоть, не соединился со Христом там на кресте. А без Христа мы ничто. Нужно соединиться с Христом распятым, чтобы совоскреснуть с Ним. Без этого воскресения духовного не будет, братья и сестры. И апостол Павел говорит, что именно крестом Иисуса мир распят для Него. Распяты обычаи, похоти мирские распяты. И он в 1 Коринфянам, 3 глава, 3 стих, говорит так, «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Обычаи мира такие. Как же вы могли вот эти обычаи мирские из кладбища, вот этого мирского, в церковь принести эти обычаи? В церкви не должно таких обычаев быть, потому что это все нужно распять и в новом духовном состоянии входить в церковь». Братья и сестры, вот это важная истина, которую нам необходимо знать, об этом Слово Божие очень много говорит. Иаков пишет, 3 глава, 14-16 стих. Апостол Иаков пишет, 3 глава, 14-16 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Вы видите, какой источник зависти и сварливости? Оказывается, это от бесов идет. Это бесовская мудрость. Это не сходящая свыше, а наоборот с преисподней. Что с ним делать? Как победить дьявола? Братья и сестры, нужно только крест Иисуса Христа, только умертвить свою ветхую природу. Без этого победы не будет. Кто-то сказал, для того, чтобы найти виновного в конфликте, лучше всего подойти к зеркалу. И вы увидите виновника конфликта всякого. Потому что в нас, в флоте нашей, не живет ничего доброго, апостол Павел говорит, ничего доброго мне нет. И поэтому, говорит, я хвалюсь крестом Господа, я распят. Я теперь по духу живу, по духу Иисуса Христа. Я распят для мира, братья и сестры, чтобы мир нами не пользовался. Это очень важная истина. Но также, чтобы и мы были распяты для мира. И мир для нас, чтобы мы миром не пользуясь, и мир, чтобы нам не пользовался. Вот апостол Павел эту мысль проводит. Я распят для мира. Римлянам 6 глава, 2-й, 4-й стих. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Так и... 11-й стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Вот здесь вот послание римлянам апостол Павел очень хорошо раскрывает эту мысль о благодати Божией, о том, что она спасает. Но как спасает? Проводит через смерть. Ветхую природу распинает. И только тогда Господь может пользоваться нами. И апостол Павел говорит, мы погреблись с Ним крещением смерть. Братья и сестры, мы помним свое кладбище, где мы похоронили свою природу плотскую. Где это кладбище? У нас там есть место, где мы крещение совершаем в нашей местности. Я говорю, братья и сестры, там могила наша братская, вот там наши плоти похоронены. Здесь мы должны по духу поступать. Я говорю, все похоронили плоть свою там при крещении. Одна сестра говорит, а нам этого не говорили, что надо плоть свою распинать. Может быть, кто-то тоже это не слышал, что плоть надо распять свою. Братья и сестры, это Слово Божие говорит. И так апостол Павел, мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Мы погреблись с Ним, похоронили ветхую природу. Не нужно ее снова пользоваться ей. И это достигается верой. Апостол Павел говорит, так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Это все верой берется. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Еще один текст, Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Здесь апостол Павел говорит, что нам нужно обновление ума. Без обновления ума, без трансформирования наших мыслей мы будем мыслить по-плоцки. На зло мы будем отвечать зло. Победить злом никогда не получится. Поэтому апостол Павел Римлян говорит, побеждай зло чем? Добром. А где это добро взять? Его нужно только от Бога получить. А зло в себе надо распять. Один дедушка с внучиком своим беседует. Говорит, внучик, ну надо добрым быть, чтобы не обижать там кошечек, ногой не пинать, собачек там, камни не бросать в них, чтобы сестренка не... Понял? Понял, дедушка. Я постараюсь, постараюсь. Вышел, и дедушка смотрит, а он палку взял и по собаке ударил, она запищала там. Котенок подбежал, ногой его пнул. Дедушка говорит, внучок, ну шо ж ты так? Я ж тебе говорил. Он говорит, дедушка, не могу, зло из меня лезет. Зло из меня лезет, братья и сестры. Вот это зло не распятое, оно лезет с нас. Пока мы крест туда не положим, пока мы не распнем свою плоть, оно будет с нас вылазить. Мы просто не будем контролировать. Вот когда крест будем нести, начнут мысли наши новыми приходить. Нет, надо добром побеждать зло. Нужно любою служить. И тогда Господь начнет через нас действовать. Когда мы отвергнем себя, надо крест нести. Без креста в Царствие Божие не войдем. Я последний текст прочитаю. Это послание Галатам. Вы прекрасно знаете его. Это пятая глава. Прочитаю о делах плоти, которые надо умертвить, и плод духа. Вот как узнать, человек умер, мертвый для греха или нет, или живой для Бога. Христос говорит, по плодам узнаете. Вот какие плоды у него проявляются, вот по этим плодам и узнать, истинный христианин или неистинный. Галатам 5 глава, с 19 стиха. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Вот это тяжкие грехи. Галатам 5 глава с 19 стиха. Кажется, такие тяжкие грехи, ну, у нас за них, ну, конечно, членом церкви не может быть колдун или прелюбодей, ну, как он может, да? Мы какие-то меры принимаем. А дальше такие же читаем грехи. Ненависть, нет, 20 стих. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. На одной полочке стоят. А почему? А это все производное плоти греховной. Независимо там, какие грехи. Если плоть производит, человек не может войти в Царствие Божие. И благодать тут ничего не сделает, потому что надо менять природу свою. А Бог дает силы для этого. Действует благодатью. Но при нашем желании взять крест, потому что это добровольно. И вот апостол Павел пишет дальше. Предваряю вас, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, предварял, что поступающие по плоти Царствие Божие не наследуют. Каким бы он христианином ни назывался, может быть, он потомственный, у него там прадедушка был баптистом или кто. Но если дела плоти проявляются, в Царствие Божие не войдет. Так Библия говорит, братья и сестры. А по плодам узнаете плод духа какой? Плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И 24 стих, очень важный, хочу подчеркнуть, 24 стих. «Но те, которые христовы, распили плоть со страстями и похотями». Вот где корень. Почему они по духу поступают? Потому что они христовы, в них Христос живет, действует крест Иисуса Христа, и они плоть свою распили. Да благослит нас Господь, братья и сестры, сегодня в такой торжественный день, размышляя о жертве Иисуса Христа, мне некоторые псалмы, которые мы поем, я всегда думаю, мы пели псалом, «Взойдем на Голгофу, мой брат». И вот я уже христианин. В качестве кого я там вижу себя на Голгофе? Тот, кто распинает Христа. А есть такие верующие, о которых Павел говорит, что они распинают себе Христа. И некоторые Бога не знают. Я не хочу в качестве видеть Пилата там на Голгофе. А может быть, я в качестве учеников, которые боялись там приблизиться, чтобы их там не распили. Тоже не хочу. А где, где мое место? И я говорю, «Господи, я в Тебе там на кресте распят. Я хочу себя видеть там распятым на этом кресте, чтобы жить по духу, а не по плоти. Да благословит нас Господь, чтобы нам быть во Христе распятым и быть во Христе воскресшим. Чтобы мир не пользовался нами. Чтобы через нас действие Духа Святого было. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Такие не под законом. Это Христовы. Да прославится Господь в жизни нашей. Аминь. Помолимся. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНОМ ЯЗЫКЕ Слава Вечная Ерунка 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 Славься, Нужно, нас спасало, Славься, 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 Нужно, славься, Я и Дух. Славься, Нужно, славься, душою, Славься, я и верю, и любовь, Ждем от смерти спасать Собой, На кресле правит Свою любовь. Слава Твою любовь, Слава Твою любовь, На кресле спасать Свою любовь. Слава Твою любовь, Слава Твою любовь, На кресле спасать Свою любовь. Слава Твою любовь, Носвою любовь, Слава Твою любовь, Здесь спас Своей through your birth. Присядьте, дорогие братья и сестры. Мы еще сделаем объявление и будет последняя молитва. Я хотел еще добавить к тому, что вы можете лично подойти до сестры Лисы и сами дать ваши средства или благословить ее, пожелать ей благословения в дорогу. Она будет уезжать, возможно, на этой неделе, поэтому еще время есть сегодня, может даже и завтра. Братья и сестры, на этой неделе у нас есть день рождения нашему дорогому брату Давиду Гордееву. День рождения, день рождения сегодня, и ты здесь, Давид, да? Мы тебя сердечно поздравляем, Давид. Ты встань, пожалуйста, чтобы тебя увидели, кто это такой. Вот такой большой Давид уже у нас. Бог дал ему жизнь, здоровье, родителей, и он в церкви часто бывает здесь. Поэтому, друзья, молитесь за него, поддерживайте его и благословляйте его. Ему нужна поддержка, любовь, понимание нашего будущего служителя. Братья и сестры, у нас сейчас будет вечеря любви. После того, как мы разойдемся, закончим это собрание, поэтому мы приносим пищу с дома и делимся со всеми братьями и сестрами. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и прославляйте Господа в простоте. Кто, друзья, хочет знать, примерно в этом году, когда у нас будет праздник Жатвы, будет 13 октября. В сентябре не будет в этом году. Братья и сестры, еще такое объявление. На этой неделе будет праздник Преображения. И сегодняшнее вечернее собрание будет посвящено этому. Праздник Преображения. Братья уже готовятся поучаствовать в слове, напомнить нам и призвать к этому празднику, чтобы святить в сердцах нашего Господа. И у вас есть возможность поучаствовать, прославить Бога. Поэтому о вашем участии говорите брату Сергею Коновальчук, Наташу Головородько и Павелу Новикову. Они занимаются участиями, они общаются с людьми. Им говорите заранее, чтобы программу можно было вас включить. Такие, друзья, объявления на ближайшее время. Если у вас есть объявления, у вас есть пожелания или есть приветствие, нуждая или благодарность, скажите, мы с вами помолимся. Да, приветствие примите из Панкувера. Скажите, вам. Панкувер. С Пакен на горе. С Пакен на горе нас приветствует. Нет, друзья, я хотел еще напомнить, сегодня на этом собрании несколько раз звучала мысль о том, что мы... Есть много, что сделал Бог для нас. Мы исповедовали это, что сделал Бог. Но мы говорили о том, что должны сделать мы. Мы должны захотеть. Мы должны решиться. Мы должны умереть для себя. Взять крест и умереть для себя. Это должны сделать мы. Это наше решение. В помощь к нашему решению Господь посылал Духа Святого, Который работает над нами, побуждает наше сердце, напоминает нам о том, что мы должны сделать, исполнив волю Божью, прежде всего покаяться, заключить завет с Господом, идти путем очищения священия. Если у вас есть решение и желание, то вы можете сегодня на этом собрании изъявить его ваше желание, сказать об этом, помолиться Господу в обществе, и мы за вас будем молиться. Такая тоже возможность есть в нашей последней молитве. Друзья, будем молиться еще о нужных. Будем молиться за Давида, нашего брата, и также за Сергея Чуприна, за нашего брата Славу Змерзлюк, чтобы Бог дал ему полное восстановление. Просто будем молиться, друзья, за Джеймса, за моего внука. У него завтра опять будет операция на сердце открытая. И тетя Юля молилась, молится за своего внука Эммануила, который на войне и не спасен. Благодарность, друзья, кто молился за веру, за мою жену, и за восстановление просим молиться дальше. И будем благодарить Бога за это собрание, за операторов наших, за звук, за этот уют. Друзья, будем за это благодарить Господа. Сейчас, друзья, за передное приветствие мы, ставши сердечно, благодарим. Взаимно передавать просим. Господь, мы благодарим Тебя за это собрание, за Твое Слово, за Дух Святой, который работает и работал над нашими сердцами. Господи, помоги нам быть послушными, и когда мы отсюда пойдем. Помоги нам, Господи, следовать Твоим словам, помоги нам исполнять Твою волю, помоги нам побеждать мир, плод Свою, кровью Христа, чтобы, Господи, нам с Тобою, победителем, разделить добычу. Ты сказал, что сильными будешь делить добычу с теми, кто победил мир кровью Агнца. Помоги нам это помнить, не забывать. Помоги, Господи, в наших молитвах поддерживать наших друзей. Вот Давида благослови, дай ему вырасти, помоги ему прославить Тебя через его дары и возможности, которые Ты ему дал, чтобы он был благословением для Тебя, для родителей и для церкви. Господи, поддержи наших братьев Сергея Чаплина, благослови Славу Зверика, благослови, Господи, Джеймса, эту операцию врачей, которые это будут делать, и Эммануила, и всех, Господи, сирот, вдов, изгнанников, всех страдающих на этой войне и за веру Твою, Господи, поддержи, благослови народ Твой. Господи, также мы просим Тебя и за пищу, благослови ее, которую принесли наши братья, сестры, с любовью приготовили, чтобы поделиться с народом Твоим, благослови, Господи, всех участвующих в этой вечере, чтобы и в этом было прославлено Твое имя Святое. Господи, мы просим, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибыли всегда с нами. Аминь. 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 Продолжение следует...